Время новостей Время новостей Время новостей Череповецкий тефлоцентр закрывать не будут Об этом заявили городские власти на встрече с родителями Беседа на повышенных тонах Прошла накануне вечером Напомню, в социальных сетях Появилась информация о ликвидации центра для слабовидящих детей В его поддержку череповчане собирали подписи Что на самом деле происходит с учреждением Выясняла Вера Кучеренко Ведь 43 тысячи Это большинство череповца Это четверть череповца Населения И все против 43 тысячи противников закрытия тефлоцентра Высказали свое мнение в интернете Однако, как отметила начальник управления образования Наталья Стрижова Все эти люди возмущались по поводу ликвидации Учреждения А это слухи На самом деле речь идет об оптимизации То есть детсад и школу для слабовидящих Планируют объединить со спецучреждением для детей с нарушением слуха Сразу хочу сказать И мы неоднократно вам говорили Даже когда давали промежуточный ответ Речь не идет о ликвидации и о закрытии Понимаете, это было бы самое простое решение Мы ни в коем случае не пойдем по этому пути Мэрия города по этому пути не пойдет Мы не ликвидируем тефлоцентр Мы его сохраняем Эта фраза представителей мэрии звучала на протяжении всей встречи не один раз Всему виной подушевое финансирование А это значит, чем меньше детей Тем меньше денег выделяется в целом на учреждения Тифлоцентр посещают 113 детей Спецшколу для слабослышащих 73 В нынешних условиях содержать их по отдельности Не позволяет федеральный закон Неэффективно По всей стране идет оптимизация в сфере образования Сейчас в соответствии с законодательством Каждое учреждение просто детский сад То есть отменено видовое разнообразие И речь идет о том, что дети должны адаптироваться в любом учреждении В данном случае, поскольку идет присоединение одного детского сада к другому Дети наши, то есть ваши, они только приобретают Из-за того, что они будут в большем количестве То есть подушевое финансирование Вы понимаете, что увеличится И то оборудование, которое вы имели, оно все будет при вас Оборудование, ремонт и пожарная безопасность Вопросов у родителей накопилось море Ведь Тифлоцентру придется переехать В здание школы для детей с нарушением слуха, что на Вологодской Наши дети слабовидящие и глухонемые дети Они у них как-то по разделенным корпусам это будет Или вот они все будут между собой ходить в отдельном коридоре общаться То есть у них будет отдельное здание То, что родители хотят отгородить своих слабовидящих детей от глухонемых Вызвало недоумение у представителей сферы образования У нас разработана программа работы со слышащими детьми Мы приглашаем детей из детских домов, из школ Проводим совместные спортивные, увеселительные мероприятия различные проводим Как бы вот мы стараемся, чтобы наши дети общались со слышащими И я думаю, что общий язык дети с нарушением зрения и с нарушением слуха найдут Условия, в которых будут находиться слабовидящие дети Еще один глобальный вопрос, волнующий родителей Мы услышали, что участок, да, это лиранда и сам участок А группа в этом случае, вот, как бы, нам, у нас вообще нет никакой информации Мы себе представляем, как школу Один длинный коридор, класс, да, то есть вот тут сделали спальню, тут туалет Группа, она будет вот в нашем понимании в теперешнем, да, то есть тут же вот спальня, туалет То есть насколько вот это будет, на садик-то пока Чиновники обещали, если учреждения для слабовидящих и слабослышащих все-таки объединят В здании Новогородской сделают ремонт и создадут все необходимые условия для детей А все пожелания родителей учтут Подобная встреча только начало, считают мэрии В конце февраля решено собраться снова, но уже в здании Новогородской Даже управление архитектурой не может справиться с уборкой территории, которая окружает учреждения Жители близлежащих домов жалуются, что в этом году трактор здесь видели только один или два раза Между тем календарная зима уже наполовину закончилась Сегодня в рамках акции «Чистый двор» наша съемочная группа снова выехала в город Въезд во двор Металлургов 36 – одни ямы Редкий водитель решится здесь проехать, большинство ищут объезд Двор Ленина 90 больше похож на испытательный полигон для подвески, чем на придомовую территорию обычной многоэтажки На Карла Липках-то проезд чище, но довольных здесь все равно нет Машины здесь не только припаркованы или брошены до весны Мороз за минус 20 сегодня заставил многих бросить своих железных коней В группе ДТП Череповца с утра самый популярный один и тот же пост с просьбой прикурить Сегодня машин на обочинах было больше обычного Механизированная уборка осложнена Другое дело, что трактор здесь появляется, мягко говоря, не часто Ну трактор я видел, что один раз проходил И то не тогда, когда погода была сырая, тепло было А когда уже подмерзло, отпустили его Приезжает очень много машин, которые в отдел архитектуры Значит, очень много машин, но нужна дорога, чтобы была чистая все-таки Подъезды этого дома выходят сразу на проезжую часть Кроме того, мамы с колясками и старики вынуждены ходить фактически по пересеченной местности Автомобилисты тоже не в восторге Многие машины скребут днище На снегу видны многочисленные следы защиты картера Многие череповецкие дворы больше напоминают трамвайное депо Выехать из колеи практически невозможно, разъехаться двум встречным автомобилем очень сложно Количество жалоб в нашу редакцию снизилось практически до нуля Благодаря морозу и отсутствию сильных снегопадов ситуация улучшилась Но синоптики прогнозируют, что уже с завтрашнего дня все вернется на круги своя Завтра утром и днем снег, слабая метель, температура минус 11, минус 13 И на последующие дни, 24 января, ночью небольшой снег Днем продолжительный снег, слабая метель, температура ночные часы минус 12, минус 14 Днем минус 3, минус 5 Если в вашем дворе вместо проезжей части каток, а тротуары больше похожи на притопленные сугробы Вы можете позвонить в департамент ЖКХ города по единому номеру 083 или в нашу редакцию И в продолжение темы Более 900 дворов проверили за истекшую неделю специалисты комитета по благоустройству Почти в каждом пятом нарушения На этот раз в списке антилидеров много ТСЖ и ЖСК В отношении них провели 60 проверок И в каждом третьем случае составили предписание для устранения нарушений Налет, неподсыпанные тротуары, колеи, самое частое замечание Далее в списке плохо убранных территорий дворы, за которые отвечает управляющая компания Вологодская, жилкомфорт-сервис, некоммерческое партнерство ССЖ В половине проверок недочеты В дворах комфорта и зао металлург порядка оказалось больше В среднем 15% нарушений Что касается уборки городских улиц, то здесь с проблемами справились, считает Юрий Кузин Технику и людей постарались грамотно распределить для работы Как днем, так и ночью В итоге большинство дорог расчищены, как положено, до бордюров И обработаны антигололедными реагентами Мэр призвал сообщать о несвоевременной уборке По подобным заявкам реагирует и департамент ЖКХ И комитет по контролю за благоустройством в первоочередном порядке Но уж если кто-то что-то упустил В этом случае обращайтесь в мой адрес Но обязательно скажите, что это повторное обращение И в этом случае я дам поручение, чтобы разобрались Почему при первичном обращении эта проблема не была своевременно разобрана И, соответственно, не были выполнены те или иные работы Пожарные сегодня тушили стратегический объект в Череповце Условно масштабные учения огнеборцев прошли на котельной в северном районе города Чтобы справиться с пожаром, прибыли 4 автоцистерны, автолестницы, 18 человек личного состава Мой коллега Павел Панов сегодня побывал на учениях и оценил, насколько оперативно работают специалисты На насосной станции произошло короткое замыкание Возник пожар Я все выключаю и выхожу Узываю пожарную бригаду Машинист насосных установок Евгения Алексеева сообщила ЧП старшему диспетчеру Берет рабочий журнал и выбегает на улицу Горит отсек с насосами, которые перекачивают мазут Это топливо, на котором работает котельная в северном районе города Практически моментально помещение в 50 квадратных метров заполняется густым дымом И вот спустя 5 минут первый расчет прибывает на место происшествия В течение минуты специалисты надевают оборудование, разворачивают пожарные рукава и готовятся зайти внутрь горячего здания Пожарные быстро осматривают помещение, людей нет Сразу же приступают к тушению огня Работают не с водой, а специальной пеной Здесь в технологическом процессе задействован мазут Это горючая жидкость Для горючей жидкости всегда применяется для тушения пенообразователь Он сверху образует подушку, доступ воздуха ограничивает В результате получаем тушение Параллельно другой расчет с автолестницей из одного ствола поливает крышу водой Нужно это, чтобы пламя не распространялось по зданию И здесь специалисты справились очень быстро В течение нескольких минут машину установили на специальные упоры и подали лестницу Всего в ликвидации огня приняли участие 4 автоцистерны и автолестница Это надо, потому что я здесь уже был Я уже знаю, если что-то произойдет, что мне здесь делать Мои действия, куда идти То есть помещение уже знаю, где что находится Намного проще, потому что во время пожара, когда настоящий пожар Это естественно все в дыму, ничего не видно А тут хотя бы уже представление имеешь, что, как и куда, какие действия твои Себе сегодня пожарные поставили оценку удовлетворительно С поставленной задачей справились все Персонал и администрация котельной также отработали хорошо Вовремя сообщили о пожаре, быстро покинули здание и встретили огнеборцев Данное учение у нас попало в план главного управления МЧС России по Луговской области Поэтому все-таки из-за того, что режимный объект потенциально опасный Соответственно данные учения находятся на контроле в городе Москве В управлении, поэтому мы стараемся отработать на высоком уровне За этими учениями сегодня наблюдали командиры всех пожарных частей города А также офицеры районных частей Работа и коллег остались довольны Три человека пострадали в дорожных авариях накануне вечером и сегодня утром Первое происшествие произошло на Октябрьском мосту Около полуночи там столкнулись две машины По информации оперативных служб, автомобиль марки Рено выехал на встречную полосу И лоб в лоб врезался в ВАЗ 11 модели В результате ДТП значительные травмы получили водители Пассажир отечественной машины У водителя перелом ребер, ушиб грудной клетки, травма левого колена У пассажира диагностировали черепно-мозговую травму, перелом правого колена и рваные раны лица Водитель Рено отделался ушибами Еще одно ДТП с пострадавшим произошло сегодня в половине девятого утра на улице Краснодонцев Женщину-водитель сбила 13-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу Мальчик получил травму левого бедра, доставлен в детскую городскую больницу Инспекторы ГИБДД призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила во избежание происшествий В России появится черный список чиновников, уволенных за утрату доверия в связи с коррупционными правонарушениями Соответствующий законопроект подготовило правительство Эту тему сегодня обсуждают все российские издания Необходимость создания специального реестра объясняют тем, что взяточники при последующем трудоустройстве Могут скрыть причину своего увольнения В Госдуме и антикоррупционном центре идею одобрили По мнению экспертов, перспектива огласки способна становить потенциального коррупционера Согласно законопроекту, под действием закона подпадут госчиновники любого уровня Муниципальные служащие, работники Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, военнослужащие и таможенники Добавлю, что последние несколько лет в эпицентре коррупционных скандалов в Череповце оказывались и сотрудники правоохранительных органов Лебединое озеро в постановке Большого театра увидят череповчане В это воскресенье прямую трансляцию балета покажут в одном из городских кинотеатров Вместе с Череповцом постановку увидят и жители еще 10 городов России В главных партиях выступит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и Дениса Родьки На зрители увидят балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича Балет для череповчан 350 рублей, в то время как зрителям Большого театра придется заплатить от 5000 рублей Помимо этого в рамках фестиваля «Театральный киносезон» череповчан ждут зарубежной постановки Будут показаны спектакли Королевского национального театра Лондона «Верхний свет», а также «Свадьба Фигаро» Метрополитена опера Нью-Йорка А Большой театр уже в феврале покажет еще один свой знаменитый балет «Щелкунчик» Мы очень рады, что вы присоединились к нашей огромной, правда, кинозрительской аудитории И надеемся, что вам будет интересно И кроме того, не уходите в антрактах, потому что в антрактах немножко показывается наша закулисная жизнь Это то, что ни один зритель, который даже сидит у нас в зале, не может увидеть И за вас такая возможность будет. Мы вас ждем Далее прогноз погоды Сразу после нее новые серии мелодрам «Взрывные девчата», «Анатомия страсти» и «Совершенное сердце» На сегодня у меня все новости Впереди вас ждет еще интересная коммерческая информация Ну а я с вами прощаюсь до завтра Увидимся Сбережение ресурсов – приоритетное направление развития государства Экономия каждого из нас является важной составляющей материального благосостояния наших семей Национальная строительная компания помогает череповчанам экономить не только денежные средства, но и время Приоритетное направление – установка приборов учета на газ, а также замена газового оборудования и комплектующих У нас большая семья, и мы решили вследствие экономии поставить газовый счетчик Мы позвонили по телефону, пришел консультант, проконсультировал, посмотрел, где можно установить газовый счетчик Дату мы согласовали, время, и потом уже пришел мастер ООО «Национальная строительная компания» имеет допуск СРО и прямой договор с Вологдаоблгаз Опломбировка установленных приборов осуществляется ресурсоснабжающей организацией «Межрегион газ Вологда» При подаче документов, заполненных мастером при установке Бесплатно и в удобное время по звонку Кроме того, размер самого счетчика и условия его установки по техпаспорту позволяют установить прибор учета в месте, удобном для абонента В настоящее время мы работаем со счетчиками российского производства Эти счетчики не занимают много места У них очень хорошее, большое цифровое табло, с которого очень понятно, видно все, списывать показания Такие счетчики можно устанавливать в труднодоступных местах, то есть это может быть даже под столешней, может быть даже в шкафчике встроен И срок проверки таких счетчиков, срок службы – это 10 лет Стоимость установки от 1500 рублей в зависимости от того, предоставляется ли счетчик самим заказчикам или используется прибор нашей компании А также от использования дополнительных комплектующих Предусмотрены скидки пенсионерам, льготникам и при коллективной установке Заявки принимаются по телефону 602-772 и 61-22-25 Или во время поквартирных обходов консультантов нашей компании Продаются дома в коттеджном поселке Заозерье Старые рублевые цены до конца января 2015 года Телефон Череповце 57-57-59 Хороший сорт – залог богатого урожая Огромный выбор высококачественных сортов и гибридов с отличными вкусовыми и декоративными качествами Садовые центры «Розмарин» – радуйте и удивляйте своих близких Кто из нас не хотел сделать этот мир лучше, но кто-то мечтал